Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, городу Санкт-Петербургу. Я очень люблю. Очень интересно, когда ходишь по улицам и в общем знаешь, кто в каком доме жил. Это действительно интересно. Вот я стараюсь вам сейчас рассказать о Творцовой набережной, дом 10. Я пользуюсь сайтом сети Волс и замечательной книги Иванова «Дома и люди». В конце 18 века территория занимаемого домом 10 составила из двух отдельных участков. Владельцами им были основатели Одессы адмирал Осип Михайлович Дерибас, женатый на воспитанницы и наследницы известного деятеля Ивана Ивановича Бецкого, которому, кстати, этот участок и принадлежал ранее, и капитан Рогозинский. Дерибасу принадлежали два дома на набережной Рогозинскому один. В 1798 году император Павел, чарованной девицей Лопухиной, через свою любимцу Кутайсова предлагает ее отцу покинуть Москву и переселиться в Петербург с женой и дочерью. Прислаглась и предлагалось дарование титула клейшего князя и миллионное богатство. При отказе опало путешествие в пределы Восточной Сибири, ловиться болей. Вот такой был Павел. Благоразумные родители предпочел, конечно, первый вариант. И доверенное лицо оператора адмирал Кушлев обращается к своему приятелю Дерибасу с предложением продать бывший дом Бецкого. Конечно, Дерибас охотно соглашается расстаться с домом. Но дураков-то не было противиться Павлу. Естественно, сделка состоялась. В 1798 году вышел указ о положении вечное и потомственное владение генерал-прокурору Лопухину, купленную в казну дома вице-адмирала Рибаса. Лопухины прибыли из Москвы и поселились в доме на набережной. Император не препятствовал своей фаворитке выйти замуж за князя Павла Горлыча Гагарина, которому, как говорят, она была тайно обручена. Приехав в Гатчину из действующей армии в 1799 году, счастливый жених упал в ноги государю, повергая к стопам его французские знамена и ключи Турина, только что взятые суворовым. Павел принял Гагарина как сына и объявил ему близкую свадьбу к снежной Аннею, которую он передает, такую же, как получил ее. Говорит об этом современник. Монарх прикупил к дому до Рибаса смежный с ним участок Каргазинского, заказал архитектору к Варенге проект перестройки трех домов по набережной в один большой дом в виде свадебного подварка. Историк Петербурга Петров писал, что дом в два этажа с мезонином и тремя обширными балконами, поддерживаемыми колоннами, казался для своего времени модной игрушкой, на которую специально ездили любоваться. Со стороны двора был разведен очень грациозный висячий садик. Император был доволен, пожаловал архитектору за эту постройку крест святого Ивана Иерусалимского. Кутайцев, любимец Павла, его бродобрей, награжденный за свое мастерство титулом графа, поместил в соседнем доме на понабережной свою любовницу, французскую актрису Шевалея. Ежедневно одна и та же карета отвозила императора его холопа в обиталище их любви, оказавшись так близко друг от друга. Ну вот, графиня Головина пишет о Лопухиной, имела красивую голову, но была не высокая рост, дурно сложена и без грации в манерах. Красивые глаза, черные брови и волосы, прекрасные зубы и приятный рот были ее единственными прелестями. Ну, женщина, сами понимаете. Лопухина была добра и не способна ни желать, ни делать чего-либо злого. Часто она и спрашивала прощения не им, с которыми император поступал очень строгой минутой гнева. Тогда она плакала или дулась, и таким образом достигала желаемого. После смерти Павла Гагарин с женой отправился за границу, заставил переписать на себя все ее состояние, а вскоре после возвращения в Петербург овдавил. На могиле жены он велел высечь надпись «Супруги моей и благодетельницы». Уж хоть бы промолчал, замечая по этому поводу Греч. Николай Иванович Греч, русский писатель, издатель, редактор, журналист, публицист, филолог и переводчик. Ремарочка. В 1809 году в доме Гагарина случился пожар. Сгорел весь мезонин, который был заменен при восстановлении безобразной галереи, по выражению того же Гречи. А что касается Гагарина, так вот, похоронив жену, он заперся в доме на набережной дворцовой с больными и увечными собаками, которых подбирал во время своих одиноких прогулок. Они наполнили весь дом, лежали на диванах, креслах. Целая комната была отдана летавшим на свободе птицам, а глубей галок князь ежедневно кормил с балкона в урочные часы. Перестал заботиться о своей внешности, прогуливался по улицам в старом халате с ермолки на лысой голове, в сопровождении лакея. Гагарин был не чужд литературы. Печатал свои стихи и вестники Европы Жуковского, собрав большой губриотек, в которой имелось много редкостей, и все вновь уходившие книги. В 1831 году женился на балерине Спиридоновой, изменил образ жизни, оставил уединение и поселился в своем поместье на правом берегу Невы. Окруженный стаей гнусных собак, как говорили. В 1810-х годах в доме Гагарина проживала Лунина. Это двоюродная сестра декабриста, знакомая Пушкина. Они познакомились в послевицейский период жизни поэт. Лунина слула львицы большого света. Она много путешествовала с матерью, была во Франции, Германии. Очень хорошо знала музыку, обладала прекрасным голосом. В Париже в салоне королевы Гортензии, это супруга короля Голландии Луи Бонапарта, брата Наполеона. Она имела такой успех, что Наполеон просил ее петь в дружеском кружке в Тюлеве. И в общем, это было достаточно, чтобы сделать ее знаменитой в русском обществе того времени. В одном из писем Пушкин писал, вот и еду сегодня в концерт великолепной и необыкновенной певицы Екатерины Петровны Луниной. Она жила в нижнем этаже. Однажды ранним утром император Александр I, который любил пешие прогулки, заметил, что кто-то вылезает из окна квартиры. Вернулся во дворец, призвал к себе оберполинмейстера и через него велел передать Луниной, чтобы та остерегалась, потому что ночью к ней могут влезть и похитить все, что у нее есть драгоценного. Впоследствии Екатерина Петровна вышла замуж за итальянца, графа Ричи, певца, поэта, композитора. А вот это он перевел на итальянский язык к тихотворению Пушкина «Демон и пророк». Надо сказать, что с этим дому связаны некоторые события в жизни самого Пушкина. В 1827-1830-х годах здесь проживало семейство Ленина, с которым был знаком поэт с юных лет. После ссылки в 1827 году весной Пушкин возобновил старые связи к гостеприимным дому Олениных. Часто бывал, увлекался Анна Алексеевна и Олениной. В 1828 году прекратил свое посещение после неудачного сватовства. Частыми гостями здесь были Вяземский, Грибоедов, Мицкевич. А после смерти Гагарина в 1850 году дом пришел к его дочери Наталье Павловне, которая позднее вышла замуж за Жребцова. Это чиновник Министерства иностранных дел. По отзывам тонкого умного человека, одного из виднейших представителей русского католицизма. В 1860 году архитектор Фонтана составил проект перестройки дома Жребцовой. Ну что с этим домом? Дальнейшая судьба его примерно такова. До самой смерти им владела все та же Жребцова. Затем он перешел к ее сыну Жребцову, продавшему его в 1914 году богатому заводчику, председателю акционерного общества Воронин, Лютош и Черш Воронину. В 1918 году в бывшей квартире Жребцовых некоторое время проживала вдова великого князя Константин Константиновича. Сыном и дочерью, выселенным большевиками из мраморного дворца. Ну что еще, до революции в этом доме помещалось императорское российское автомобильное общество. Ну собственно говоря, наверное, все о доме по Дворцовой набережной под номером 10. Все, всем пока, всем привет, познакомились сегодня мы с домом по Дворцовой набережной, дом 10. Все, пока-пока, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok